Добрый день всем. Сегодня 11 мая и мы продолжаем наши серии вебинаров. Сегодня мы поговорим о визе таланта или Global Talent Visa в Великобританию. И детально мы поговорим о типах заявителей в данную визу. Как мы знаем из предыдущих вебинаров, что есть два типа, есть технический и бизнес-заявитель. Так мы получаем очень много вопросов по поводу, как идентифицировать себя, если я являюсь техническим заявителем или бизнес-заявителем, какие требования необходимы представляться каждому из них и так далее и тому подобное. То есть мы сегодня об этом поговорим. Хотел бы также представить спикеров. Сегодня уступаю я, Евгений Павлов, генеральный директор, основатель компании Man Solutions. Также являюсь миграционным юристом. Наталья Пахомова является главой московского офиса и консультантом по миграционным программам Man Solutions. Добрый день, Наталья. Всем добрый день. Или вечер уже. А, нет. Да, я хочу свой поезд. Да, вечер. Ближе к вечеру уже. О чем мы поговорим сегодня? Мы, в принципе, разобьем диалог на две части. Первая – мы поговорим о визе таланта, о технейшн и тип заявителей. И вторая часть – мы поговорим о документах и критерии, обязательные критерии по конкретным заявителям. Начнем с визе таланта. Глобал Талант Виза, в принципе, заменила категорию ТЕР-1, исключительный талант, на феврале 2020 года. В принципе, исключительный талант был похожий, только намного лимитированная категория визы. И по квотам лимитирована, и лимитирована, в принципе, по специальностям, навыкам. И после 2020 года мы увидели, как говорится, флоридж. То есть мы увидели большое количество аппликантов, которые имеют определенные знания, навыки, профессионализм, подающие в Великобританию на технейшн и какие-то категории талант виза. Да, также Глобал Талант Виза, в принципе, это британская виза, виза Великобританию для талантливых людей в разных отраслях. Не только в IT, но и в науке, в гуманитарных науках, инженерии, технологиях, искусству и так далее. Если сравнивать и смотреть преимущества Глобал Талант Виза, на этой визе их, де-факто, больше, чем шесть, но основные из них мы указали. На этой визе разрешено работать по найму, то есть быть фрилансером, заниматься или заниматься собственным бизнесом. Но самое важное показать во время подачи по МЖ, что вы в течение всего времени нахождения в Великобритании занимались тем родом деятельности, на которые подавали. Также не нужно иметь предложение о работе, нет минимального порога заработной платы в принципе, нет необходимости показывать, что вы идете на кого-то работать здесь. Но если вы уже работаете здесь, точнее, если вы работаете на английскую компанию из-за рубежа, тогда это плюс показать и приложить документы, что да, и ваше заявление даже иногда будет рассматриваться много быстрее. Также не нужна бизнес-идея, не требуется инвестиции, это большой плюс, сравнивая с видом новатора. И также можно перевести семью и детей, и возможность подавать на ПМЖ через 3-5 лет. Почему 3-5 лет, мы обсудим чуть дальше в презентации. Я частично затронусь, Наталья об этом поговорит. Один из плюсов, это не нужен IELTS, и, кстати, который здесь не указан, это не нужно, как говорится, maintenance fund. То есть не нужно показывать требования по деньгам, то есть если у вас есть savings или нет, на депозите есть средства или нет. Да, мы все-таки советуем для аппликантов приложить, если есть возможность, финансовую отчетность, выписку из банка, если они привозят свою семью. Но это не является требованием, требованием обязательным и не будет, в принципе, эффектом. Некоторые заявители, они покоятся, боятся, давай-ка положим побольше документов. В принципе, где-то это нормально, какие-то типы документов, можно положить побольше, где-то лучше их не переусердствовать. По поводу документов Наталья, как раз, расскажешь чуть позже, лучше не переусердствовать, иначе будут сложности stagnation. Путь гражданства Великобритании. В принципе, здесь на презентации совершенно четко, лаконично нарисовано и выверено, что есть возможности получения промежуток через три года, есть через пять. А через три года это exceptional talent, человек является лидером индустрии. А exceptional promise, получение промежуток через пять лет, это человек, потенциальный лидер индустрии. Есть разные факторы, как лидерфицировать, поговорим чуть позже. Но, де-факто, самое сложное, это, наверное, понимать реалистично, если человек exceptional talent или promise. Потому что, если мы выберем неправильный кейс-стратегию, то, возможно, результат будет негативным. После получения ПМЖ, если аппликант или заявитель получает exceptional talent на три года, везу через три года получения ПМЖ, и здесь нужно ожидать два года, чтобы подать на паспорт. То есть ни один иммигрант в Великобритании не может подать на паспорт ранее, чем пять лет проживания в Великобритании. Он или она должны пройти натурализацию, так скажем, если есть глупый перевод, то оседлость в Великобритании. Если это, по-моему, 5 лет, значит, просто после ПМЖ нужен один год оседлости, и затем получение уже и подача на паспорт. Значит, сейчас поговорим о Tech Nation. Как и мы сегодня изначально сказали, что будем разговаривать про Global Talent Visa Tech Nation сектор. Что такое Tech Nation? Для чего эта организация вообще была создана? Tech Nation – это организация, которая является некоммерческой, которая оказывает финансовую поддержку предпринимателей и также оказывает содействие Министерства Великобритании. Какова цель этой организации? Кто в ней состоит? То есть данная организация – это, в принципе, платформа офлайн и онлайн, платформа, объединяющая профессионалов в IT-сфере и которую выдает, значит, endorsement letter или гарантийные письма заявителям в IT-сфере. То есть, в принципе, команда Tech Nation создана из бывших и текущих предпринимателей, то есть это менеджмент тима The Chairman, менеджмент тима The Tech Nation. То есть, большинство из них – это технари, они понимают, как выстроен технический бизнес, они понимают индустрии, они понимают тренды. То есть, когда команда Tech Nation оценивает аппликанты, заявители, в принципе, это большая разница между тем, что МВД Великобритании оценивает аппликанство, заявители. МВД Великобритания может только анализировать простые документы, такие как банковская выписка, они не могут понять разницу между open source, github и так далее. В принципе, у Tech Nation есть такая экспертиза, так что нужно понимать, что это эксперты свое дело и когда мы готовим кейс наших клиентов, мы сходим с того, что и будут корпулезно проверять. Tech Nation. Типичные заявители, которые одобрены и одобряются в Tech Nation, они разделены на две части, то есть, и это, наверное, правильно, что есть технические заявители, есть бизнес. А технические заявители, это коротко технари, да, то есть, те люди, которые имеют в основном технический опыт, то есть, это могут быть CTO, это могут быть developers, data science и так далее, да, то есть, это те люди, которые или ведут команды, или сами с своими руками скиллс, да, то есть, внедряют новейшие технологии, создают и развивают также технологии в IT-институте. Бизнес-заявители, это немножко другой тип аппликантов. Аппликантов, да, бизнес-заявитель мог быть TTO ранее, который, в принципе, вырос и стал или TTO, или стал, значит, Head of Sales в компании, или стал Head of Marketing в команде, но они должны демонстрировать совсем другой подход, то есть, они должны демонстрировать коммерческий инвестиционный и продуктовый опыт. Вот что такое продуктовый опыт, то есть, нужно показать, что ты, как заявитель, значит, построил отдел продаж, вывел продукт, или вывела продукт на рынок, и затем показали P&L, да, то есть, показатели, цифры, рост этого продукта и прибыльности. Вот, если мы говорим про Head of Product, если мы говорим про SEO, то, конечно, это, в целом, показатель результаты компании, финансовые результаты и результаты роста компании в IT-сфере. Значит, поговорим коротко о технических заявителях, то есть, примеры технических навыков, в принципе, примеры позиций, да, технические заявители, это, ну, как вы видите на экране, в принципе, Cybersecurity Experts, это Hardware Engineers, UX Designers, Machine Learning, Data Scientists, Data Engineers, то есть, здесь, в принципе, ну, конечно, кто в этой индустрии находится, они понимают, в принципе, позиции, которые здесь прописаны, ну, и также CTO, и технического офиса. И, конечно, все связано с Mobile Apps, Web Engineering Experience, CTO, Virtual Reality, which is very trendy, да, то есть, сейчас, сейчас, высокий тренд идет на этом. Бизнес-заявитель. Бизнес-заявитель более другой траектории идет, это примеры бизнес-навыков, в принципе, да, вот, пожалуйста, Experience of Leading VC Investment, то есть, человек, который вел, допустим, переговоры по поводу Raise the Capital, да, то есть, привлечение капитала более чем 25 миллионов фунтов, или, допустим, Experience of Commercial Business Lead, P&L Group, да, это как раз формат, когда ты являешься Head of Sales или One of the Sales Manager, когда ты выводил продукт, быстро стратегию продаж и так далее и тому подобное, да, показал хорошие результаты. И, конечно, мы говорим о Solution Sales Expert, Product Managers. SaaS, Enterprise Sales Leadership, здесь нужно быть аккуратным, потому что очень многие люди работают в SaaS, да, и очень много аппликантов, в принципе, на SaaS уходит, но здесь, don't go to the gray area, да, как говорится, что нужно показать конкретные навыки в этом. С точки зрения маркетинга, у нас часто спрашивают тоже, да, вот, как вы видите, Performance Marketing Experts, performing house for digital businesses. То есть, если это Chief Marketing Officer, да, мы можем подать, нужно показать результаты развития этой должности, чего человек добился, в принципе. неподходящие специализации, в принципе, есть достаточно количество. Это Service Delivery, Project Delivery, Outsourcing Consultancy. Допустим, у нас есть запросов в основном в Синдии, то есть это IT-эксперты, но они больше Network Experts, да, то есть Network Experts и Consultancy Experts. И даже если у них есть технические навыки, в принципе, здесь они не кондицированы, да, они не получат endorsement. А Corporate Role тоже. Если это с большой компанией, человек приходит, то очень тяжело показать им экспертизу. Здесь нужно вникать. То есть мы не говорим нет, здесь нужно вникать просто в плане большой компании, если он или она или Development Department, да, развитие департамента и так далее. Тогда я понимаю. Вот. С точки зрения Junior Investors Analyst тоже это Gray Area. Здесь нужно показывать investment track records. В принципе, но это тяжело сделать, и мы на основном студентов не берем. и также здесь нужно смотреть по поводу business skills applying in-house work. Да, то есть мы говорим о том, что outsources и так далее, в принципе, тоже это те специализации, которые не подходят Tech Nation, в принципе. Tech Nation, конечно же, отбирает согласно трендов индустрии, согласно необходимости рынка, и все эти списки подходящих, не подходящих специализаций, выстроенные в правильном русле, что необходимо рынку в Великобритании на данном этапе, чтобы развиваться и дальше двигаться. То есть мы все знаем, что рынок и показатели рейтингов уникорнов в Великобритании это номер один в Европе в Великобритании является. То есть они хотят дальше поддерживать коллегиство, через привлечение покупных профессионалов. Сейчас Наталья расскажет о онлайн-заявке Tech Nation, то есть документ с обязательной базой, и затем уже пойдем дальше. Наталья расскажет также про обязательные и необязательные документы. Наталья, без слова. Да, спасибо, Евгений. Да, мы в принципе уже обсуждали пакет документов на данную категорию и критерии обсуждали в нашем прошлом вебинаре, вот поэтому быстро пройдемся и все-таки сделаем акцент на разнице технической заявки и заявки бизнес-заявителя. Так, по поводу документов. Во-первых, заявка подается онлайн, сначала заявка подается в сам Tech Nation, да, на рассмотрение и на получение соответственно одобрения. Что нужно предоставить? Во-первых, нужно написать Personal Statement, да, или эссе. Максимум это тысяча слов, где вы будете описывать вас, ваш карьерный путь, вклад, который вы собираетесь внести и уже внесли в сектор цифровых технологий и, соответственно, чем вы планируете заниматься на территории Великобритании в вашей сфере. Также нужно обязательно предоставить резюме, где будет тоже изложен весь ваш профессиональный опыт, образование, информация о ваших дополнительных каких-то достижениях, публикациях, если таковые имеются и тому подобное. Три рекомендательных письма. Это минимально, то есть если мы рассматриваем, как мы работаем с клиентами, мы обычно рекомендуем добавить три, четыре или пять рекомендательных письм на всякий случай. Соответственно, рекомендательные письма должны быть от авторитетных организаций или людей, которые признаны лидерами в области цифровых технологий в диджитал сфере. И, наверное, основное, основное, что важно сказать по документам, это 10 доказательств вы должны предоставить в качестве вашей доказательной базы. То есть 10 документов, да, есть возможность предоставить 10 документов, которые будут являться как раз-таки подтверждением того, что вы являетесь лидером вашей индустрии. Они тоже выстраиваются по критериям, мы сейчас как раз о них поговорим. Квалификационные критерии, да, их всего четыре. Для Exceptional Talent, Exceptional Promise, они в принципе одинаковые с точки зрения названия, да, и составляющих. Есть некоторые отличия, мы сейчас о них поговорим. Есть обязательные критерии, если мы говорим о ситуации, если вы хотите подаваться на Exceptional Talent, вы должны доказать, что вы действительно лидер в сфере цифровых технологий, да, и тому есть соответствующее подтверждение. И, соответственно, вы можете выбрать два из четырех опциональных критериев, это либо Contribution, да, то есть вы сделали, внесли какой-то вклад в индустрию, Recognition, признание, Innovation, инновационность, и Academic, да, то есть академические критерии. Мы сейчас поговорим, какие, как, из чего вообще состоят эти критерии, да, какие можно выбрать, и что проще доказать, как правило. По поводу Contribution, вклад, да, что подразумевает под собой вклад в случае с Exception Talent. Соответственно, либо это значительный технический вклад, если вы являетесь Technical Applicant, да, то есть техническим заявителем, или же предпринимательский коммерческий вклад, где вы можете показать результаты, которые вы добились, которых вы добились в деятельности вашей компании в качестве, например, старшего исполнительного директора, сотрудника компании в сфере именно цифровых технологий. Следующий критерий, да, мы сейчас в общем, в общих чертах пройдемся, потом поговорим уже о документах. Recognition, да, что это такое, признание, то есть какое-то подтверждение признания вашей работы, которое выходит за рамки вашей профессии и способствует продвижению в индустрии. Да, то есть, например, какие-то публичные выступления на конференциях диджитал сферы, где вы действительно вносите какой-то вклад, делитесь своими знаниями и вы признаетесь среди ваших коллег из индустрии как эксперты, да, то есть это и публикации и тому прочее. Innovation, инновационность. Что касаемо инновационности, да, может быть немножко сложновато доказать, тут тоже все индивидуально зависит от вводных данных, скажем так. Нужно показать проверенный послужной список инноваций либо в качестве основателя или старшего руководителя компании, который занимается цифровыми технологиями. То есть, здесь опять же, да, нужно показать, что вы создали какую-то инновационную концепцию, продукт, и он действительно успешен и уникален на рынке, поэтому тут нужно показывать тоже достаточное количество документов. И последний критерий это academic. Он достаточно редко используется по нашему опыту, потому что здесь важно отметить, что при использовании этого критерия у вас должен быть как минимум PhD, да, то есть, никакие там bachelor's degree, master's degree, они не подходят, к сожалению. Эти исследования не рассматриваются, они не соответствуют требованиям, поэтому здесь нужно будет показывать, что вы действительно занимались каким-то ресерчем в науке, да, там, в диджитал сфере, и писали статьи, публиковались, именно вы идете, да, по такой научной стезе, скажем так. Вот, поэтому критерии это достаточно редко. Далее, по поводу exceptional promise, здесь, в принципе, очень похоже, но обязательный критерий немножко по-другому звучит, заявитель должен доказать, что он обладает потенциалом, именно потенциалом стать лидером, да, то есть, он еще не лидер, но имеет потенциал им стать. И также нужно выбрать два из четырех критериев, они немножко по-другому изложены, мы сейчас тоже быстро пройдемся, да, то есть, если по exceptional talent мы показываем более серьезные доказательства, здесь достаточно просто по одному примеру показать, то есть, например, в случае с contribution, да, один пример технического или предпринимательского вклада в качестве основателя или сотрудника компании. Далее, в случае, например, с recognition, это тоже будет один пример подтверждения признания вашей работы, и в случае соответственно innovation тоже один пример инновации, да, например, вы повлияли или создали какой-то инновационный продукт в вашей компании или в компании, где вы работаете. И academic, соответственно, здесь остается все то же самое, да, все равно нужно PhD, просто меньше документов показывать суммарно. так, да, объясним сейчас поподробнее тоже про обязательные критерии. Важно отметить, что если вы выбираете, не выбираете, вернее, обязательные критерии, да, доказать, что вы признаны или являетесь потенциальным лидером в сфере информационных технологий, нужно учитывать, что все документы, которые вы предоставляете, как доказательство, должны были это деятельность должна была произойти в течение последних пяти лет, да, то есть тоже важно отметить, что это все должно быть достаточно свеженькой. Далее, что касаемо примеров, как вообще, какие доказательства можно показывать в обязательном критерии, либо какие-то премии, да, могут быть международные и национальные, могут быть награды за ваши выдающиеся достижения в сфере цифровых технологий, технологий. Если, например, часто пользуетесь Open Source Project, да, нужно показать тоже вклад, что вы действительно, да, занимаетесь этим, нужно будет показывать ваши аккаунты, этим всем делиться. Дальше, свидетельство того, что вы являетесь старшим участником крупной отраслевой инициативы, да, например, если вы в большой компании работаете. и, конечно же, выступления, либо на мероприятиях в сфере цифровых технологий, или уже мероприятия более такие точечные в вашей области. Тоже можно показать, делать либо ссылки на видео, буклеты, где есть свидетельства о том, что вы являетесь спикером. То есть, это все мы показываем обязательно. также это могут быть публикации в СМИ, опубликованные, да, материалы в каких-то отраслевых изданиях. И обязательно всегда мы можем показать также ваш контракт, да, который подтверждает вашу должность, вашу заработную плату, что вы действительно являетесь серьезным специалистом, о чем свидетельствует ваш, как раз-таки, трудовой договор. Что касаемо innovation критерия, да, еще раз о нем поговорим, по документам уже более подробно. Какие тут примеры доказательств могут быть? Опять же, национальные или международные продажи, но они должны содержать именно количество клиентов для каждой страны, да, то есть нужно будет показывать разбивку, в которой работает компания. доказательства инноваций, разработки продукта, доказательства присутствия продукта на рынке и связанного с этим увеличения выручки, да, то есть нужно действительно показать, что вы создали продукт или были ответственны за его создание и что как бы вообще это привнесло в индустрию. Подтверждение трудового договора, опять же, здесь можно прикладывать, да, о том, какую должность вы занимаете, какую заработную плату вы получаете, что будет тоже соответствовать уровню вашего профессионализма, вашей экспертности. Recognition, да, то есть признание. Какие здесь примеры? Во-первых, это весомый вклад в open source project, профиль на GitHub, да, если у кого-то есть, очень тоже важно активно в нем участвовать, обучающие статьи, да, например, вы делаете какие-то публикации на vc.ru, еще на каких-то платформах пишете по вашей теме, свидетельство наставничества, да, может быть, вы дополнительно преподаете в университете. Далее, это профиль Stack Overflow, который также показывает значительный вклад в обсуждение кода, да, то есть это все показываем по возможности, и, конечно, тоже выступление на конференциях, именно выступление, да, то есть недостаточно просто прийти в качестве гостя, здесь важно показать, что вы делитесь своими знаниями, своей экспертностью и тоже можете это доказать. Так, и последний у нас осталось, по-моему, Contribution. Да, Contribution у нас как раз-таки разделен на технического заявителя и бизнес-заявителя, здесь немножечко разнятся доказательства. Если вы технический заявитель, здесь мы показываем то, что вы действительно отвечали и были лидером в разработке высокоэффективных цифровых продуктов или услуг, да, демонстрируем, что это за продукты и услуги были, что они дали вашей компании, вашему бизнесу, весомый вклад в Open Source Project и опыт работы ключевым инженером в продуктовом стартапе, такой вариант тоже возможен. Да, то есть это все возможные примеры. Далее, бизнес-заявитель. Посмотрим сейчас здесь с точки зрения Contribution, какие могут быть примеры доказательств и пример значительного вклада. Во-первых, это основание компании в сфере цифровых технологий, то есть если вы являетесь фаундером компании, да, это уже достаточно. нужно будет просто показать, что вы являетесь директором компании, управляющим директором. Вы руководили или играли ключевую роль в росте компании, которая ориентирована на цифровые технологии, на диджитал сферу, да, и таким образом влияли на инвестиции, стратегию компании, выпускали основные продукты, да, то есть полноценно занимались развитием и ростом компании. Вот, в принципе, и разница, я думаю, здесь все понятно. Академик, да, опять же, повторюсь, реже встречается, что можно показать, это награды, какие-то полученные за выдающуюся прикладную работу, подтвержденную академическими достижениями, доказательства выступлений на конференциях или доказательства присуждения конкурсных исследовательских грантов, рекомендательное письмо от научного руководителя, да, например, с которым вы писали вашу PhD-диссертацию и доказательства хотя бы одного значительного вклада в эту область в виде статьи, да, публикуемой в рецензируемом журнале высшего уровня. Вот, опять же, да, бакалаврские работы, они уже тут не подойдут. Так, сейчас я передаю слово Евгению, он еще раз расскажет поподробнее, в чем разница на примерах, да, определенных ролей, в чем разница вообще в доказательствах и какие можно предоставить вот по нашему опыту. Доказательства, которые... Спасибо. Да, сейчас поговорим о техническом заявителе, здесь и доказательств. Так, если мы возьмем роль CTO, да, то есть роль, в принципе, чиф техничного офиса, да, то есть и поговорим немножко о ней. Да, то есть технический заявитель, то есть, во-первых, трудовой, необходимо показать трудовой договор, демонстрирующий высокую зарплату. В принципе, здесь важно показать то, что человек получает среднюю или выше среднего рынка заработную плату на данной позиции, да. Также рекомендательные письма от членов вашей команды с описанием проекта, то есть иногда были, значит, наняты девелоперы в команде, вы, как сетево руководили ими, да, то есть сделали какой-то кейс, какой-то проект, да, и вот региональные письма они должны описать это, в принципе, это важный фактор. Также публикации связаны с работой заявителя, все технологии, да, то есть мы говорим о том, что есть очень много журналов медиа, онлайн-мидиа, где публикуется вся информация по поводу новых, мы говорим начиная с tech crunch, заканчивая более простые, более понятные медиа sources, да, то есть это нужно показать публикацию, также разработка новой цифровой стратегии, которая значительно увеличивает доход компании, здесь важно показать и прописать рекомендательное письмо агент-директора о том, что он CTO внедрил новую технологию, это помогло скелиться, то есть помогло рост компании вести, да, то есть в плане recognition, значит, если мы идем в плане contribution, да, свидетельство за то, что вы выступали на большом мероприятии, да, в сформом секторе, регистральное письмо, какая-то ссылка на новости, на выступление, да, показать, также вы внесли вклад в значительный проект с открытым исходным кодом, то есть open source, да, то есть учетный запись в гитхабе это маст для сети обязательства, то есть если у вас нету, если вы являетесь сети компанией, у вас нету гитхаб аккаунт, то мы скорее всего вас не возьмем как клиент, который содержит также строки кода, четко показывающие ваш постоянный вклад, так далее, понятно, в принципе, кто использует гитхаб в постоянной основе, это в принципе норм, да, также документация по дизайну продукта или архитектурной схеме, четко показывающая ваш склад, есть конкретная схема продукта, конкретные результаты, делаешь вклад технологии в инновации в развитии этого продукта в кодировании, да, recognition, опыт руководства ростом компании ориентирован на цифровые технологии, понятно, продукты и команды, да, то есть нужно показать может быть рост позиций и так далее, что люди не знают сразу же его, да, то есть мы говорим про бизнес сейчас, мы говорим про Сиву, экзекутив офиса или генеральный директор, да, значит, затем опыт руководства маркетингом или развитием бизнеса в компании, альтернационной технологии, то есть развитие роста дохода, то есть здесь мы говорим первое, это опыт руководства ростом компании, подвержающий рост и появление продукта и команды, и второй документ, то есть это опыт руководства маркетингом и развитием бизнеса, да, здесь доходов и числа клиентов, то есть нужно показать доход, число клиентов, продажи, число клиентов, да, у всех технологических бизнесов в принципе есть даже борты, есть разные другие KPI, которые можно показать, описать в письмах и так далее, и так далее, то есть описать в письмах и ТТО может подписать документ и так далее, то есть мы этим помогаем, мы анализируем и помогаем с этим. Также свидетельство того, что вы выступали на громком мероприятии, ну это понятно, то есть вы должны быть выступать на конференциях, показывать свои навыки, быть экспертом на конференциях, да, также публикации, связанные с работой заявителей в секторе цифровой технологии, тоже самое, публикации, с публикациями мы часто помогаем, если их недостаточно, мы рекомендуем куда-где можно публиковать, то есть в принципе клиент понимает, что да, они заинтересованы, они и ранее допустим меньше публикации использовали, сейчас они заинтересованы работать больше над этим, да, значит, также contribution, contribution, руководитель, руководил или играл ключевую роль в росте компании, ориентированной на цифровой технологии, да, например, влиял на инвестиции и стратегии, выпускал основные продукты, да, то есть, ну, грубо говоря, технологическая стратегия была выработана, и новые продукты были запущены, да, то есть с точки зрения, с точки зрения других документов, да, нужно показать, что CEO основал успешную технологическую компанию, то есть, а это финансовый документ, то есть, нужно показать, что был оборот компании, нужно показать, что был рост компании, да, и, в принципе, развитие компании происходило. вот это contribution, дальше мы пойдем, мы, в принципе, рассказали сегодня о contribution, мы рассказали сегодня о innovation части, мы рассказали сегодня самые два важных фактора, это дефонциация между заявителем и бизнес-заявителем, какие документы необходимы, мы сравнили с CTO и CEO, это много разных вещей с точки зрения документов, да, совсем разные позиции, да, но сейчас мы немножко расскажем о нас, Man Solutions, то есть, мы юридическая компания, помогающая IT-специалистами Tech Founders, не только из России и СНГ, но и также из рубежа других стран, да, и мы фокусированы на британских визах, на бизнес-визах и Tech-визах, визах, визах, новатора, стартап-визах, и также на европейских визах для наших клиентов. У нас есть лицензия OASIC, то есть, данная лицензия позволяет официально предоставлять услуги, юридические миграционные услуги Великобритании, то есть, без данной лицензии в принципе компания не может предоставлять миграционные услуги на территории Великобритании, и это является незаконно, то есть, вне закона. Это очень важно. Данная лицензия обновляется каждый месяц, каждый день, каждый год, и мы обновили свою ретензию только в апреле этого года. Компания уже существует больше, 7 лет. Наша компания. В точке зрения офисов вы также можете обратиться в московский офис, лонгский офис вверховский. То есть, в принципе, здесь вам всегда рады провести бесплатную консультацию, провести анализ, провести скоренный асессмент вашего кейса. То есть, мы все-таки работаем на основе гарантий, мы гарантируем результат, это очень важно анализировать клиента и отбирать клиента. То есть, мы не берем всех клиентов, которые бы хотели, потому что мы результат ориентейтед и несем большую ответственность в этом плане. Если у вас есть какие-то вопросы или хотите записаться на бесплатную консультацию, пожалуйста, используйте штрих-код, это редарекшн будет на WhatsApp, Наталья или другие коллеги вам помогут, подскажут, запишут на консультацию, проведут через корень, через assessment, которые мы используем в данный момент, чтобы дать более лаконичную, четкую информацию и шансы у клиентов. Спасибо большое за участие, надеемся, что вам понравилось, дали детальную информацию, спасибо и хорошего дня.